знаете что перед вами а перед вами мое детство признаться я люблю компьютерные игры и фэнтези и совсем люблю когда эти два пункта объединяются все части ведьмака skyrim который для нордов но я за империю готика список немалый но есть в этом списке поистине атмосферная и сатирическая игра на весь жанр фэнтези оверлорд или темный владыка когда я поиграл в эту игру мне было лет 11-12 и тогда все воспринималось как-то иначе более красочные но тем не менее переиграв эту игру уже который раз я все так же проникаюсь атмосферой которую разработчики вложили свое детище и почему сейчас такого нет почему сейчас разработчики не вкладывают душу в свои проекты потому что с хаваю игра разрабатывалась чуть больше года компании triumph studios малоизвестная нидерландская студия имела за плечами лишь опыт в разработке пошаговых стратегий серии edge of wonders поэтому игра в жанре rpg была новым опытом для разработчиков и весьма успешным на мой взгляд начну с того что вселенная оверлорда представляет из себя безымянный фэнтези мир в котором есть и хоббиты и эльфы и гномы и люди кто-то скажет что присутствует сходство с миром толкина на что я вам отвечу вся игра огромная пасхалка и даже пародия на властелин колец наверное шир также бы выглядел если бы его завоевал саурон игра прям высмеивает все фэнтезийные клише и делает это надо отметить весьма сатирично и смешно сюжет начинается с того что нашего героя видимо после наркоза пробуждает стая голому подобных существ которых здесь называют прихвостни прихвостни являются нашей свиты и основным средством взаимодействия с окружающим миром также в нашем распоряжении будет находиться гнарл этот пожилой прихвостень станет для вас наставником и влюбит вас в себя хотите вы того или нет прикажите чертям заткнуть ему глотку ну и после краткого обучения нам дают первую миссию суть которой заключается в необходимости нахождение сердца башни башня является нашей главной обители и сильно напоминает нам башню мордора однако внутреннее убранство правда не особенно напоминает нам зловещие логово но это можно исправить тут стоит отметить что дальнейшее развитие сюжета будет развиваться в нескольких локациях так например первые миссии начнутся в локации спелые холмы которые прям жирно отсылают нас к ширу после игрок посетит лихолесье небесную обитель золотые холмы и рубарийскую пустыню которых накажет героев олицетворяющих смертные грехи так например король полуросликов который является пародией на хоббитов мэлвин толстопу стал обжоры и тираном гном голода заболел золотой лихорадкой рыцарь вильям стал похотливым воителем небесной обители и так далее по завершению сюжетной кампании нас ожидает неожиданный поворот после чего мы сражаемся с финальным боссом и становимся единственным повелителем этого нэверленда с одной стороны может показаться что сюжет довольно простой но я пробежался по нему поверхностно поверьте он более закрученный и даже несмотря на то что игра имеет рейтинг 12 плюс и откровенно является детской но тем не менее здесь прослеживается философский подтекст оставляя тем самым пищу для размышления сюжетное дополнение overlord raising hell который очень динамично вписывается и в том случае если вы решили пройти его после основной кампании и прекрасно дополнить само прохождение основной кампании повествует о том что даже в аду от темного победителя коим мы являемся не удастся скрыться управление не особо сложное и замысловатое пальцы не бегают по клавиатуре а мышка не рискует быть разбитой как и было сказано ранее с миром мы взаимодействуем при помощи прихвостней надо кого-то убить посылай прихвостней необходимо что-то подвинуть прихвостни в помощь хочешь сделать оружие но для этого необходима жертва ты знаешь что делать стоит также отметить что этих товарищей в игре четыре вида и каждый из них полезен в той или иной степени так например буры являются самыми сильными бойцами однако этим их достоинства и ограничиваются красные способны тушить огонь и поджигать врагов зеленые способны проникнуть в ядовитые зоны и более прыгучие что является большим плюсом сражениях с боссами синие же самые небоеспособны хотя в россии их все равно забрали бы в армию но обладают возможностью плавать и воскрешать павших товарищей в общем основная часть геймплея завязана на этих красавцах однако не является единственной можно походить самому и попробовать убить пару-тройку полуросликов но до соурона вам далеко поэтому вряд ли ваше похождение таким способом займет много времени также в игре присутствует выбор который правда мало на что влияет но тем не менее может существенно повлиять на отношение к вам окружающих то есть вы можете отыграть как и за относительно доброго самаритянина который отдает еду голодающим а может быть сущим злом способные обрести целую расу на вымирание так что вариативность также имеется если быть совсем откровенным то игра чем-то напоминает фейбл однако в последнем грань между отыгрышем на за злого или же за доброго персонажа более разительно но что еще можно добавить в целом все как и в стандартной фэнтези игре прокачивай своего героя кастую заклинания улучшать свою башню найди любовницу и все в таком духе посетите 9 разных локаций спуститесь в бездны различных земель и наведите там порядок карайте уже поверженных врагов на собственной арене в общем развлекайся не хочу как я уже и говорил игра чем-то напоминает фейбл и сходство затронуло визуальную составляющую этой игры и казалось бы бери самое хорошее у других преобразовывай и выкладывай но стоит помнить что разница между играми почти четыре года а значит могли бы и подкрутить картинку на чуть более высокий уровень локации проработаны и запоминаются дух фэнтезийного средневековья передан добротно локации приятно исследовать мир сам по себе красочный персонажа прорисовано комично и карикатурно что безусловно вызывает улыбку и желание лишние пару минут побродить в том или ином городе деревне или лесу наслаждаясь красотами и забавным поведением npc музыка тоже доставляет для каждой локации своя тема если в тех же спелых холмах музыка более спокойно и мелодично то оказавшись в бездне вы услышите электрогитару и более зверскую мелодию что безусловно является плюсом и очень сильно влияет на восприятие поэтому ambient однозначно хорош михель ван де босс заслуживает уважение за проделанную работу что ж как по мне игра однозначно неплохая конечно ей далеко до того же ведьмака или ассасина хотя вышли эти игры в одном и том же году но на то он и оверлорд продукт довольно посредственный но тем не менее самые смеющие себе это качество думаю игра определенно заслуживает вашего внимания и в благодарность за него поднимет вам настроение и скрасит пару вечеров подарив хоть и травиальную но все же неплохую историю от меня игра получает всеми 5 из 10 спасибо за просмотр до скорого